Открытая школа Открытая школа Почему о Калмогорове спустя 120 лет после его рождения, но самое главное, спустя, наверное, уже полвека после того, как его имя гремело в советской педагогике, и были такие дискуссии за и против его реформ математических, продолжает быть на слуху, и мы вот отмечаем эту дату, и его наследие, оно живое. Ну, видите ли, это великий математик, и он основоположник фактически физико-математического направления среднего образования, как школы интернатного типа, так и олимпиадного движения. И надо сказать, что он один из немногих людей, я его знаю только в педагогике, чисто таких вот деятелей. Представьте себе, что из его специализированного научного учебного центра вышли чуть больше 300 докторов наук, тысяча с лишним кандидатов наук и 38 академиков. И, конечно, многие из них составили настоящий золотой фонд не только школ математического образования Советского Союза и России, но и всего мирового образовательного пространства. Вот интересно, когда готовился к эфиру, знакомился более глубоко с биографией Калмогорова, уже там в юности, буквально даже, ну, в детстве даже фактически, в Ярославле, в семье своих тётушек, где он воспитывался после смерти родителей, после гибели отца на гражданской войне. Вот там была организована школа для детей разного возраста и издавался рукописный журнал «Весенние ласточки», где публиковались творческие работы ярославских детей, рисунки, стихи, рассказы. И вот многие биографы Калмогорова отмечают, что в этом, может быть, исток его интереса к образованию, хотя большую часть жизни всё-таки он провёл в академической такой, математической, серьёзной области знания. Как вы думаете, Михаил Анатольевич, вот его такая уверенность в том, что он может давать рекомендации в области образования Андрея Николаевича скромным и застенчивым нельзя считать, он действительно полагал, что он имеет своё слово веское в математическом образовании. Не всегда ли вот его знания академической математики шли в разрез с законами педагогики? Потому что всё-таки школа – это школа, а академическая наука – это академическая наука. Ну, давайте делаем так, немножко в историю уканёмся. Конечно, всё то самое лучшее, что в нём было заложено, было заложено из семьи. Семья играет очень важную роль, у него была очень любящая семья, у него был талантливый дед, талантливая тётка, которой, правильно, они задавали журнал, рукописные «Весенние ласточки», и где печатались достаточно интересные статьи, типа там «Сколько существует способов пришить пуговицу с четырьмя дырочками». В общем-то… На логику. Да, необычные, в общем, такие вот вещи. И, конечно, всё идёт из семьи. Да, конечно, он имел сложную жизнь. Он прошёл период репрессий, у него были проблемы с его учителем Лузиным, у него были сложные отношения с коллегами по работе, многие ему завидовали. И, конечно, при… В последующем мы чуть поговорим, наверное, позже о реформе математического образования в 50-х, 60-х, 70-х годах. Конечно, он был сложный в отношении академик и доктор наук, профессор, и он больше страдал академизмом. Но при всём при этом он создал интересное очень направление – это физико-математические олимпиады и зарождение московской физико-математической школы. Хотя первая физико-матическая школа была в Ленинграде. И, конечно, построение учебного процесса в этой школе шло вразрез с традициями советской и российской педагогики. Ну, например, в общем-то, преподаватели в этой школе были не учителя, окончившие педагогические институты. Они были профессорами, доцентами высших учебных заведений. Это первое. Они не имели навыки и методики преподавания тех предметов, которые даются методике преподавания в педвузах. Дальше. Они не вели журналы. У них не было дневников. Они не общались с родителями. Что это за школа такая? Они проводили классные собрания. У них были экскурсии только в учебные заведения, в различные лаборатории. Но при всём при этом Калмогоров настаивал, что помимо изучения точных естественно-научных дисциплин нужно изучать литературу, стихи особенно. У него был там материал, он изучал стихи Маяковского, и они как-то очень красиво, ну, скажем так, легли на его теорию сложности. То есть можно сказать, Михаил Анатольевич, что это в чём-то такой в 20 веке противоречивая педагогика и лицейская какая-то такая система, как будто прям пушкинская? Ну, нет, нельзя сказать, что пушкинская. Всё-таки пушкинская, она давала такое общинсклопедическое знание. И, конечно, у нас было сильное математическое образование в середине 19 века в рамках классических гимназий. Но всё-таки большое внимание уделялось в лицейском образовании это классическим языкам, изучение классических языков, которые, возможно, и формировали систему определённых знаний. И в то же время это было общегуманитарное – языки, литература. А здесь это место занимала математика. Математика. Но ведь, помните, есть фильм «Расписание на послезавтра». Да. Там есть формула, которая примерно звучала так – физики плюс лирики есть человек будущего. Поэтому ничто не должно было ограничивать учащегося в физико-математической школе. Михаил Анатольевич, вот о том, что физики, люди будущего, потребность в инженерных кадрах, математических, это ли связано, этот фактор повлиял на то, что в рамках советской педагогики была легализована, ну, по сути, такая элитарная внутри неё школа. Элитарные лицеи – это ведь не общеобразовательные, и условия, и инфраструктура была совершенно другая. Ведь мы знаем, что в 30-е годы с такого рода различными экспериментами по отбору одарённых детей было покончено, и вдруг вернулись в 60-е годы вновь к этому. Потому что это математики? Вот с чем это связано? Ну, нельзя так вот сказать просто. Видите ли, ещё в документе, который у нас был в революции, после революции принят об основных принципах единой трудовой школы, предполагалось разделение учащихся второй и третьей ступени на факультативное образование по наклонности. Это не получило большого развития, но опыт и перспективы таких вещей были. И, конечно, создание таких специализированных учебных заведений, средних учебных заведений, оно, конечно, было продиктовано вот этими прогрессивными идеями и успехами нашего советского государства. Полёт человека в космос, изобретение ядерной бомбы, водородной бомбы. Вот те успехи в области естественно-научных дисциплин, физики, математики, алгебры, химии, биологии и прочее, прочее, это всё сподвигло советское правительство на создание экспериментальных этих школ изначально. И, ну, у нас были, в общем, кружки, очень известные там вот по имени Лузина, так и Лузитания, кружок был физико-математический, из которого вышли, можно сказать, четыре крупнейших академика и направления физиков, Клмогоров, Кронрот, Лаврентьев и Липунов. Вот. И это была, в общем-то, наша образовательная инновация, которая, в общем-то, смогла продолжить развитие нашей суверенной образовательной системы. Ведь у нас такие были хорошие корни, начиная с Петра I создания школы математических и навигационных наук. Да, и вот корни дали ветви, потому что всё то, о чём мы сейчас с Михаилом Анатольевичем Гончаровым обсуждаем, это имеет современное выражение, это школа-интернат имени Клмогорова, Московского государственного университета имени Ломоносова, специализированный учебно-научный центр, то есть ребята сейчас, в данное время, занимаются в нём, то есть эта школа живёт, носит имя Клмогорова, отмечали они в этом году весной 120-летие своего основателя, то есть это живая система, которая изучается и в то же время каждый год даёт своих выпускников. Как вы думаете, вот этот успех, это признание, в том числе мировое, вот такой интернатской специализированной школы гармоничного развития, но с опорой на математические знания, а почему всё-таки в математической реформе, в этой глобальной, где Клмогоров и создавал учебники, и был её идеологом, успеха такого не было. Ну, а реформ, может быть, здесь это в основном, может быть, это его личностная неудача, назовём так, в кавычках. Ну, суть заключалась, в общем, что в середине 50-х годов стал вопрос о том, что вопросы преподавания математики в школе и в высших учебных заведениях, они несколько устарели, и нужно было перейти от учебника Киселёва более современным и более, Андрея Петровича Киселёва, более современным и более книгам, которые отражают современное научное знание. Про Киселёва, в общем, можно добавить такую-такую ремарку, может быть, не всем известно. Он был перед войной награждён Орденом Трудового Красного Знамени, а до этого он был награждён Орденами Святой Анны и Святого Станислава. Это был единственный физик, который носил все три ордена вместе. И один из немногих авторов учебников, который, можно сказать, вот столько десятилетий в советской школе... Да, и сейчас в русской классической гимназии, например, современной тоже используется этот учебник Киселёва. Ну, так вот, учебник, с его точки зрения, устарел, и поэтому было предложено, ну, в общем, было, как бы так сказать, было совещание, которое в 60-х годах, которое, в общем, было предложено реформировать преподавание математики в школе и изменить учебно-методический комплекс, который бы помог изменить преподавание. К сожалению, программа и учебник, который написали Калмогоров и Александров, они оказались сложны. Есть в интернете гуляет текст обсуждения этого учебника, где министр Прокофьев, академик Келдыш и потом академик Тихонов впоследствии в 70-х годах, они обсуждают этот учебник и говорят, что они, сидя своими внуками, не смогли решить эти учебники. Задачники. Задачники, да. И что, конечно, такие книги было пускать нельзя, это первое. И второе, конечно, мне кажется, что это тоже сыграло не маловажную роль. В 68-м году был такой педагог и математик Есенин Вольпин, и в защиту его было подписано так известное письмо 99-ти, которое подписали среди многих других выдающихся деятелей науки Кронрад Гельфанд и Калмогоров, которые стояли у истоков реформирования математического образования. Но в то же время, если мы посмотрим на отклики не в академической среде и не в каких-то таких междусобойчиках математических, а учительское сообщество, даже до меня уже в 90-е годы доходили, кажется, через 20-25 лет после этой реформы, учительские разговоры о том, что усложнён он, что он не по логике педагогической, дидактической науки был разработан, этот курс. Но они же не учились в педагогических институтах, они не знали, как преподавать, поэтому они были более академичны, эти учебники. Но в библиотеке, Российской государственной библиотеке, существуют в фонде эти пробные учебники. Ну, вот я не физик, но те математические формулы интеграла, они, конечно, школьников, наверное, пугали в таком обилии и количестве, без наглядного материала, картины, и потом такой сухой академический текст, который формировался. Ну и, в общем, надо сказать, что учебники, которые были потом подготовлены под руководством Тихонова, они, в общем-то, были более перспективны и более, скажем так, в облегчённом варианте для школьников советской системы образования. Возвращаясь к специализированной системе, ведь не только математическими интернатами, спецшколами мы прославились, были ведь и другие профили, которые в советское время были очень хорошо, качественно отработаны. Ну, во-первых, надо сказать, что помимо школ были ещё физико-математические классы. Это вообще отдельная сторона. Внутри общеобразовательной школы. Да, внутри общеобразовательной школы. Дальше у нас были специализированные школы с иностранным уклоном, с иностранных языков. Моя мама заканчивала, например, французскую школу на Арбате. Да, действительно, там учились дети из, скажем так, сейчас как бы говорили, из привилегированных слоёв. Но существовали квоты, куда попала, например, мама из обыкновенной семьи, не детей-дипломатов. Да, существовали школы со спортивным уклоном, спортшколы, ну, как бы сейчас назывались, школы Олимпийского резерва. Ну, и существовали, действительно, школы, формирующие эстетические вещи. Это музыкальные, художественные школы. В основном они находились, курировали в Академии Гнесинах художественные вузы, различные Строгановские институты или Штиглец. Это да. А вот как вы думаете, почему всё-таки в советской системе не сложилось? Конечно, были отдельные такие островки и примеры, но не было системы углублённого изучения гуманитарных предметов. Или мы ошибаемся, было такое? Вот всё-таки в сравнении с такой махиной калмогоровской математической системы, целой планетой. Значит, в 1984 году было постановление ЦК КПСС, скажется, в 1984 году, о том, что можно школам и ученикам с 9-го, 10-го, 11-го классов дать возможность углублённого изучения отдельных предметов. Были физико-математические, химико-биологические, общественно-гуманитарные знания. И они заложили основу дифференцированного образования, выбора вариативного образования. Поэтому, конечно, такого полного объёма, как с физико-математическими школами, с гуманитарными дисциплинами, это не произошло. Но, например, в 1988 году был сделан эксперимент с психологами, с педагогическими классами. Тоже был очень интересный эксперимент, и сейчас к нему вернулись уже на постоянной основе, поэтому, в частности, они, в общем, были в других областях. То есть перспективы этого есть. Может быть, даже какой-то мостик достаточно смелый можно перекинуть от калмогоровской вот этой специализированности до профильной школы современной, о которой мы так говорим много, и которая, в общем, имеет уже за 20 лет определённый успех. Ну, в общем, да. Просто мне кажется, что физико-математические школы от них, от выпускников физико-матических школ зависит очень многое в развитии современного научного знания и вообще в развитии современного мира. Ведь, можно сказать, есть слова такого академика Владимира Арнольда, который говорил, что сегодняшние попытки понизить уровень физико-математического образования в России крайне опасны не только для России, но и для мира в целом. Ведь не секрет, что, скажем так, огромное количество физиков, которые находятся за рубежом, они окончили именно российские физико-математические классы и физико-математические школы. И даже многие нобеловские лауреаты учились в этих физико-математических школах и классах. Поэтому, конечно, просто это направление очень перспективно и актуально. Да, и как вы отметили в начале, когда мы говорили об актуальности, мне кажется, что очень точная формулировка суверенности образования они придают. Потому что технологии, как мы сейчас убедились за последнее время, мир, с одной стороны, глобален, но, с другой стороны, он очень и очень закрыт. И при этом, да, приоритет именно тем государствам, у тех государств, у которых собственная национальная система образования и научных разработок. И вот Калмогоров, как патриот своего отечества, в этом смысле создавал, ну, по сути, да, его идеями пользовался весь мир, но, тем не менее, приоритет он отдавал именно советской системе математического образования. Да, конечно, и ещё надо не забыть, что впервые в мире, именно в нашей стране, проходили олимпиады для школьников по математике, по физике в далёком, 1934 году, далёком. И это впервые в мире, это наша инновационная составляющая система образования. Здесь ещё ведь надо вспомнить и журнал «Квант», да, у истоков которого также Андрей Николаевич стоял наряду со своими коллегами. И вот вообще вот эта вся система такая, прямо энергия такая, да, детского математического движения, которую этот незаурядный человек приложил. Поэтому хотелось бы поблагодарить вас, Михаил Анатольевич, что мы сегодня вспомнили вместе Андрея Калмогорова, 120 лет со дня рождения, вот так совпало с годом педагога и наставника одного из выдающихся математиков, учёных, организаторов математического образования в нашей стране. И, как мы уже сказали, лучшим памятником будет ему, а главное, памятником не застывшим, а живым, как сам Калмогоров был, его школа, школа-интернат при Московском государственном университете имени Ломоносова и те исследования, те разработки, противоречивые, дискуссионные, как у любой масштабной личности, которые оставил Андрей Калмогоров нам. Михаил Анатольевич, спасибо огромное за участие в программе. Спасибо большое. До свидания. Открытая школа.